Дорогие мои творцы, здравствуйте! Вот и подошел к завершению видеопроекта «Семейное рукоделие Толстых». Сегодня наша последняя творческо-креативная встреча. Назвала я ее «Готовимся к празднику», потому что, к счастью, праздников у людей бесчисленное множество, и ни один из них не обходится без проявления фантазии и творчества. Ведь любой праздник – это подготовка, это и украшение интерьера, и самое главное – это подарки и сюрпризы к любому празднику, на любую тему. И вот на сегодняшнем занятии я поделюсь еще одной креативной идеей, которая действительно универсальна. Она подойдет абсолютно к любой тематике в любое время года, к любому празднованию любого события. Помогут мне в этом все та же моя любимая техника клювики, о которой мы начали разговор на прошлом занятии, и еще один интересный материал. Этот материал называется «Джинса». Почему они? Да потому что, как показывает жизнь, изделия, выполненные именно в этой технике, они хороши и как завершенные поделки, подарки, и как элемент декора для более какого-то крупного изделия. Ну вот на прошлом занятии я уже показывала свои работы, как я применяю эту технику в разных видах. Ну вот еще один вариант, например, сумка в виде корзины с цветами из клювиков. В таком же варианте я делаю подушки, тоже корзина и клювики, но только подушки, естественно, без ручек. Это вот сумка такая, задняя стенка, это просто корзина, а здесь вот корзина, наполненная цветами. Или, например, сумочка вся из клювиков, сделанная двусторонняя, и на первой стенке сумки-клювики, и сзади тоже. Ну или вот такой вот кошелечек такого же цвета, где всего лишь один декоративный элемент в виде цветочка из клювиков. Ну то есть применять можно совершенно по-разному, насколько позволяет фантазия. Материал джинса это самый креативный и стильный материал на все века, в общем-то. Потому что это будь то одежда, будь то подушка, будь то сумка и прочее. Например, креативная джинсовая елка от Марины Водневой. Пожалуйста, вот тоже пришла идея еще и такая. То есть не просто клювики из хлопчатобумажной ткани, или ситцевой, или из бязи, а клювики из джинсы. Тоже вот оригинальное решение. Да и сама эта ткань появилась именно благодаря креативности в людях. Джинсовая ткань, она же деним. Это плотная хлопчатобумажная ткань полотняного или саржевого переплетения. Впервые появившаяся в городах Генуя и Ним в Европе. В городе Ним изготавливалась саматка, а в Генуе же красители цвета индиго. И вот молодой Лейп Штраус из еврейской семьи во времена антисемитских настроений в Европе сменил имя на Лейли Строс и отправился в Америку, где тогда бурно разгоралась золотая лихорадка. Но он отказался от гонки за богатство на рудниках и решил, что гораздо выгоднее позаботиться о рабочих. В середине 19 века на корабле с различными тканями и галантерией он причалил в Сан-Франциско, к побережью, где занялся торговлей. У него быстро все раскупили, остался только никому не нужный рулон конопляной парусины, сильно подешевевший из-за упадка парусного флота. Смекнув, что саму эту ткань для паруса продать будет непросто, предприимчивый и креативный торговец решил этот вопрос так. Он сшил из этой ткани пару брюк, которые мгновенно были куплены одним из старателей. Но вот это и было началом появления первых джинсов. Вскоре оценив прочность и удобство этой ткани и вообще этого материала, вот такие же брюки захотели и другие люди. И вот тогда уже со временем, в 1853 году, Леви с двоюродным братом открыли первый фирменный магазин. Ткань из парусины со временем была заменена на синий деним и голубой деним, вывозимый из Европы. А в 1872 году Леви получил письмо от одного американского партнола по имени Джейкоб Дэвис, который предложил скреплять наиболее уязвимые места в брюках за клепками из металла. Идея понравилась Леви Стросу, И вскоре они вместе с Джейкобом запатентовали синие брюки с кнопками, с вот этими клепками, которые приобрели вид джинсов, близкий к современным, сегодняшним привычным нам. Вот так. И вот сегодня я покажу, что возможности этой ткани поистине универсальны и неисчерпаемы. Ну вот, мои дорогие, что я имела в виду. Дело в том, что ткань джинсовая, она, как известно, двусторонней фактурой. То есть, есть лицевая сторона более яркая и есть изнаночная. То есть, она, по ощущению, она, собственно, такая же, как и лицевая, но только отличается более таким бледным, потертым цветом. Но в наших креативных изделиях как раз это и играет свою определенную роль. Потому что, вот, например, с джинсовой тканью можно общаться без всякого декора. И получится очень интересное по-своему изделие. Потому что, например, вот в этом цветке здесь один и тот же кусок ткани, но просто в разных техниках складывания, скажем так. Вот здесь вот это клювики, здесь уже пошла джинсовая ткань, как кружево, а это вообще серединка из изнаночного кусочка той же самой ткани. И получился вот такой вот интересный играющий цветок без всякого декора. Или, например, вот эта шишка, где клювики нашиваются на полосу, вот это я сейчас все покажу, определенным образом складываются и закрепляются. И сверху получается та же самая ткань, только уже не в виде клювиков, а просто как вот квадратики. Если сложить их тем или иным образом, получится вот такая вот крышечка на эту шишку, скажем так. И если добавить чуть-чуть какого-то декора самого простейшего, уже получается вот такая шишка-подвеска, шишка-игрушка или просто подвеска куда-нибудь, на какой-нибудь гвоздик, на какой-нибудь выступ и так далее. То есть вот такое интересное тоже изделие, всего лишь из одного куска ткани. А если к этому ко всему добавить еще и какой-то шикарный декор, яркий, блестящий, играющий, тоже разнофактурный, потому что, например, елка украшена и такими вот мягкими шариками с блестками, и бантиками из тесенки, и атласные ленты, и какие-то еще дополнительные элементы можно добавить. Получится уже совершенно интересное, стильное изделие, в котором джинса, в общем-то, практически не узнается, только при близком рассмотрении ее можно узнать, что это джинсовая ель. А так издалека еще не сразу поймешь. Или вот совершенно просто тоже джинсовое изделие, как я уже сказала, без декора, но тоже своеобразное и интересное. Ну и вот этот цветок. Почему я сказала, что сегодняшняя идея, она подойдет к любому празднику? Потому что с джинсой действительно можно экспериментировать в разных вариантах. Это может быть и полностью коврик какой-то, сделанный из джинсы, без декора, просто, опять же, в разных вариантах нашивания, изнанки и лицевой стороны. Это могут быть какие-то сумки интересные, это могут быть какие-то прихватки, ну и так далее. То есть это, при том вот этот цветок, он может быть как сам вот уже готовый такой, а может действительно как какой-то элемент, опять же, на какую-нибудь сумочку или кошелек, или несколько таких вот цветов. То есть, просто здесь вся прелесть, почему я именно на этом акцент делаю, вся прелесть именно вот в этой универсальной ткани. Вроде бы она кажется грубой, вроде бы такая повседневная, но тем не менее, с ней можно тоже интересно поиграть и сделать что-то необычное. Вот такая ткань. И вот сейчас я покажу, как делаются конкретно вот эти два изделия, потому что это разная техника нашивания и оформления. То есть, клювики мы складываем, да, это одни и те же клювики, конечно же. Я уже показывала, как их складывать на прошлом занятии. Но здесь уже именно техника завершения изделия, она разная. Ну, начну я, наверное, с шишки, как делается шишка вот такого рода. То есть, я ее целиком делать не буду, я просто покажу, как, с чего вообще начинается работа. Нам понадобится нитка с иголкой, ножницы и джинсовая ткань. У меня здесь вот она разная, это поплотнее джинса, это потоньше. Ну и оттенки тоже цвета, они варьируются. Полоску саму, на которую нашиваться будет основная лента клювиков, я отрежу вот из такой более тонкой ткани. Ну, приблизительно сантиметра два, два с половиной. Получается такая вот ленточка. Мы спокойно ее отрезаем и клювики. Клювики, так как ткань джинсовая, это все-таки плотная ткань, поэтому клювика нам понадобится не вся вот часть этого клювика полного, а всего лишь половиночка. Вот, например, мы берем квадратик на глаз, опять же сделанный, там три сантиметра на три, и разрезаем его по диагонали. И складывать, если вот в традиционном клювике, я напомню, на прошлом занятии мы складываем весь квадратик, мы его складываем по диагонали, потом левой рукой, левым большим пальцем к центру, и правый палец тоже накладывает еще одну часть вот этого треугольника. И получается вот такой клювик. То в этом варианте, собственно, тоже участвуют два пальца, сначала закладывать левой, потом правой, но так как здесь обработанный край получается, такой гладенький, ничего не сыпется, то здесь нужно понимать, что этот край все-таки свободный, такой ничем не обработанный, не обшитый. Поэтому иногда эта ткань начинает сыпаться, появляется такая своеобразная бахрома, но так как это джинсовое изделие, то это совершенно спокойно допустимо. И придает тоже определенную такую пикантность, когда, например, вот здесь раз и обсыпался этот край, и получилась белая полоса на цветке. А никто о ней даже не думал, просто ниточку выдернула, и получилось вот так интересно. Поэтому края нужно понимать, что это будет необработанный край, но тем не менее, вот мы так же складываем. И так как ткань плотная, то нам нужна не вся вот эта вот заготовочка, а только половинка ее, половинка от диагонали. Вот, собственно, сделаю несколько еще таких квадратиков, и покажу, как это нашивать. Но надо сделать не столько, чтобы 6 штучек, я думаю, 6-8 будет достаточно, чтобы понять, как это дальше закладывать. Итак, вот наша лента, вот наши заготовки нарезанные, складываем клювик и начинаем нашивать, мы справа налево, двигаясь, вот прямо от края. Кладем клювик, снизу вводим иголку с ниткой, где-то вот по центру края клювика, и нашиваем один за одним. Вот оно так будет сзади выглядеть. Опять очередной. То есть, если что-то сыпется, мы поняли, что это не страшно, это допустимо. Вот, сейчас нашью несколько и покажу, как, собственно, сворачивается изделие в шишку. Потому что мы говорили, что можно нашивать клювики от центра к краям, это одно изделие, потом от края к центру, это уже другое изделие получается. Ну и есть еще вот именно нашивание на ленту, а потом с ленты уже переходит все это изделие, постепенно закручиваясь и закрепляясь определенным образом. Я не знаю, какая мне больше техника нашивания нравится, трудно сказать, смотря какое изделие. Иногда хочется обработать именно край, когда идешь от центра, а края остаются необработаны, мне хочется пофантазировать, как обработать их. Ну там, либо ленты лоскутные, вернее атласные, либо какие-то бисерные элементы добавляются, либо тесьма какая-то, кружево, пуговицы. То есть тут уже вот иногда хочется так пофантазировать. А если нашивается от края к центру, тогда можно тоже придумать, как оформить центр. Ну, в зависимости от настроения. Так, вот наша шишечка будущая подготавливается. Все это будет целиком на ленте, то есть лента будет длинная, заполненная вот этими клювиками. И сейчас покажу, как сворачивать. Сейчас еще парочку пришью. Должны они приблизительно, даже если кусочки разного размера получаются, то все равно края должны быть на одном уровне. Стараться все-таки сделать так, чтобы края были на одном уровне. А тут внизу не важно, потому что они все равно закроются последующим рядом, который на него наложится при сборке изделия. Так, ну вот, вот эти все я сейчас нашлю и покажу, как складывать. Нитка сразу берется длинная, потому что при закручивании тоже она не отрывается. То есть она вот последний клювик нашит, и сразу же, ну, разве только что ее нужно поменять, если она закончилась, а так, если длинная нить остается, ее не надо отрезать. Она сразу же продолжает закреплять уже само изделие в определенную форму. Так, вот последний, и начинаем сейчас оформлять. Покажу, как закручивается эта шишка и закрепляется. Полностью она, конечно, шишкой у нас не получится из этой ленты, но просто вот то, что у нас получилось. То есть вот эта лента заполняется целиком, до конца. И дальше уже, когда вот будем считать, что это последний клювик, вот мы начинаем складывать. Начинаем мы с правого нашего кончика, откуда, собственно, был, значит, первый клювик был пришит. И потихонечку начинаем закручивать, вот еще разочек. Вот первые три мы потихонечку сворачиваем на одном пока еще уровне. И сразу же закрепляем нитью. Закрепляем, потому что это клювики, они все-таки начинают быть так. Здесь мне придется отрезать, потому что у нас не законченная лента. А когда она законченная, то там уже, конечно, нитку можно не отрезать. Здесь мне удобнее отрезать, потому что конец ленты еще остается свободным. Мы так вот три клювика закрепляем. Вводим произвольно куда-нибудь, чтобы вот узелочек остался внутри. И закрепляем тоже в произвольной форме, но стараясь подцепить все детали, которые могут раскрутиться. И продолжаем закручивание. И закручивание это должно происходить уже, уже мы понимаем, что это форма шишечки, то есть она уплотняется кверху, расширяется, то есть уже идет не прямая закрутка, а уже немножко по спирали. И закручивается так, чтобы вот каждый следующий клювик прикреплялся к предыдущему ряду. Опять здесь вот чуть-чуть закрепили ниточкой, нитка не отрывается, вот она так и висит. Следующий накладываем аккуратно, клювик. Так, чтобы не было видно швов. Прикрепляем следующий. И вот так вот пошло, 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 пошло все по спирали. И в итоге мы придем к закрепленной полностью вот этой ленте в виде шишки. Вот оно дальше, так вот, если бы здесь клювики продолжались, оно вот так вот пойдет накручиваться, накручиваться. И ничего не нужно вовнутрь, она полой не будет, потому что вот эти клювики, они очень плотно прилегают друг к другу, и шишка внутри уже автоматически наполняется, вот это пространство, оно заполняется тканью. И ничего туда набивать не нужно. Получается вот такая вот шишка, довольно упругая, хорошо сшитая, все это обработано. Можно, конечно, добавить еще и декор в виде там бисера, бусин, там, я не знаю, может быть, ленточек каких-то тут тоже, смотря что мы хотим, как эта шишка. Я просто специально сделала вот такую необработанную, чтобы показать, как можно поэкспериментировать именно с самой тканью пустой, если ничего другого под рукой нет, только кусочек джинсовой ткани. Ну, я думаю, все понятно с шишкой. Вот такое изделие получится в результате вот этой закрутки. Так, что делать вот с таким цветком, например, к 8 марта или ко дню рождения. Здесь, естественно, берется основа обычная, то есть это берется джинсовый круг. Не очень тоже большого размера, может быть, ну, 5 на 5, например. Мы делаем из квадрата круг, обрезаем по краям, чтобы получился ровненький кружочек. Так, вот такая вот заготовочка. Ну, тоже можно подровнять, чтобы прям идеальный круг был. Можно оставить так, потому что снизу все равно будет обрабатываться. Кстати, вот эти вот обрезки, иногда они тоже очень полезны. Они могут пойти либо на набивку, если это нужно в каком-то изделии, либо тоже как-то могут быть завернуты и сложены. Интересно, там, в виде каких-то завитушек. Поэтому обрезки не спешите выбрасывать. Они могут действительно еще послужить. Так, ну и здесь тоже стандартная. Здесь я возьму немножечко другую ткань. Она поплотнее и другого цвета. Возьмем несколько кусочков. То есть я покажу, как делается первый ряд. И покажу, как сложить серединку. Вот, значит, первый ряд вот этого цветка данного у нас идет из классических клювиков. То есть мы просто вот так вот складываем и нашиваем несколько штучек. Прям вот. Нашивание идет от края к центру. То есть оформляться будет у нас центр в конце. Так, ну и здесь тоже классическое нашивание. Здесь ткань поплотнее, поэтому иногда вот трудно прям вот таким движением пришить крювик. Можно несколькими. Вот, например, вот так иголка вошла. Легла. Заготовочка. Сюда же вводим еще раз иголку. И вытягиваем. А потом вводим уже вот с нижней стороны. Потому что ткань плотная, очень трудно, непривычно, если мы руками придется делать, то можно пораниться аккуратнее. А так вот, когда привыкаешь уже работать с тканью. Вот, первый ряд у нас будет такой. Второй ряд у этого же цветка может быть таким же. Ну, тут в зависимости от размера. Если кружочек не очень большой, то заполняется только, например, вот первый ряд клювиками. А дальше уже центр наполнения пошло. Вот уже сам цветок маховый такой, чтобы он получился. Так, вот первый ряд клювиков. Здесь у меня два ряда клювиков вот на этом цветке. Два ряда. А здесь вот, допустим, если представить столько рядов, сколько нужно, ну, я покажу, вот как от ряда с клювиками перейти уже к кружевной джинсе. Вот, нитку можно даже не отрывать тоже, хотя... То есть, если это полный круг проходит клювики, то можно не отрывать. А здесь я уже думаю все-таки оторвать. Так, сделали узелочек, отрезали, закрепили. Берем другую ткань, потоньше, и другого цвета. То есть, это вот толстая, плотная такая. Здесь вот отрезаем где-то сантиметра-полтора такую ленточку. Ну, она может быть и больше, там, в зависимости от того, насколько нужно. Махровое изделие, чтобы получилось. И обычным просто движением собираем эту ткань, вот, снизу вводим. И пошел вот такое вот нанизывание, сбор просто волнами вот этой ленты в такое джинсовое волнистое кружево, скажем так. Нанизываем, насколько нанизывается. И нитка, если длинная, то она свободна совершенно. Вот я нанизала весь, вот я ее протягиваю, иголочку. Получается у нас вот такая уже, такая заготовочка, с которой можно экспериментировать. Вот, пожалуйста, если мы ее вот так вот изогнем и наложим на край клювиков, которые уже нашиты, получаются уже вот такая. Ну, я говорю, тут в зависимости это уже в конкретном цветке. Если это несколько рядов клювиков, все равно вот эта кружевная часть волнистая джинсовая накладывается так, чтобы скрыть вот эти вот необработанные концы клювиков. То есть, чтобы торчали только треугольнички. Не важно, сколько будет там рядов. Ну, так как я нитку не обрываю, я вот так вот пришью, чтобы понять, как это будет выглядеть, когда изделие по кругу заполнено. Я покажу вот на части круга. И вот мы аккуратненько закрепляем именно в том месте, где у клювиков начинаются вот эти необработанные кончики. Тогда вот, когда отгинаешь, необработанные кончики уже не видны. Мы как бы скрыли вот эту необработанную часть новым элементом. В данном варианте это вот такое волнистое джинсовое нечто. Так, закрепляем. Нитки могут путаться, аккуратнее тоже нужно следить за ними. Вот, закрепляем вот этот элемент. Ну, и покажу сейчас, как сделать центр цветка. То есть на вот этой коротенькой части неполного круга. Центр делается из той же, например, ткани, просто с изнаночной стороны. То есть здесь мы играем цветом. Если мы еще к этому добавим и к цвету, и к разной вот этой фактуре, к разно сложенным деталям одной и той же ткани. Если мы еще добавим в конце какой-то декор. В данном варианте у меня нет, потому что я просто не ставила такую задачу. Но если добавить еще что-то яркое, то здесь будет играть сразу все. То есть нитку я опять же не отрываю, просто вывожу ее сзади сюда, чтобы закрепить уже серединку нашего будущего цветка. Берем вот любую буквально ткань. Можно и плотную взять, можно вот такую тоненькую. Главное, изнаночная сторона, она более бледная. Ну, например, если это... Мы взяли какой-то квадратик или прямоугольник. Здесь не важно, какой кусочек остался. Мы просто можем с ним тоже поиграть. Сложить его как-то вот, как сложится. Вот как-то вот в такой вот... Вот как руки сами пытаются что-то делать. Вот не надо им мешать. Вот мы сложили, у нас получился уже вот такой элемент. Мы его накладываем, держа, чтобы он не потерял форму, накладываем, опять же, чтобы необработанная часть уже вот этого волнистого элемента скрылась. Вот мы накладываем вот так и вводим закрепляющие вот эти стежочки. Делаем несколько. То есть вы понимаете, что это на полном изделии. Это вот ряд или два клевиков, потом вот этот ряд. И мы накладываем на него. Это мы... Это мы чем сейчас занимаемся? То есть мы оформляем центр цветка, потому что шили мы от краев к центру. Вот нам этот центр надо до конца оформить. Всего лишь просто с кусочком ткани. Изнаночной и лицевой стороны. Так вот. Все. Достаточно, я думаю. Закрепляем на этой стороне. И когда уже весь цветок готов, уже вот верхняя вот эта часть цветка, она готова. Вот, пожалуйста, мы отгибаем. Здесь у нас ничего не высыпается, не рассыпается. Джинсовый необработанный край становится вдруг обработанным. Здесь тоже все хорошо пришито аккуратно. И вот такой вот джинсовый цветочек может получиться. Причем эти цветы могут быть абсолютно разными. Один такой, на другом как-то по-другому это сложить и как-то по-другому оформить центр. И уже, опять же, из того же куска джинсы совершенно разные цветы. Ну и как оформляется задняя сторона цветка уже готова? Это просто вырезается очередной кружочек. Здесь вот я его постаралась так вот присборить немножко при пришивании, чтобы он вот как такой был тоже фактурный, выпуклый. А можно просто плоский кружок такого же размера приблизительно вырезать и наложить и аккуратно пришить. И ничего страшного, если он будет сыпаться по краям, потому что мы уже поняли, что джинсовой ткани это вполне себе допустимо. Вот, просто наложить. Либо вот этой стороной, ну здесь у меня немножко меньше получилось, но вот я, например, покажу на вот этом элементе, то есть как будет выглядеть цветок. Либо изнаночной стороной. Главное скрыть, почему, зачем нужна вот эта задняя накладка в любом варианте, в плоском или выпуклом, чтобы скрыть вот эту сторону, где швы, где была работа. Вот, чтобы не было этой работы, мы берем такую еще накладочку. А вот, собственно, все, что я хотела сказать про работу с джинсовой тканью. Так, у нас получилась шишка, где был один формат складывания и закрепления, и получился цветок, где совершенно другой формат. Вот, казалось бы, два разных изделия, но каждый по-своему оригинальный. Это зимний, например, вариант к празднику какого-то, это как частичка декора или полная шишечка уже готовая. Или вот цветы, с которыми можно бесконечно экспериментировать и весной, и летом. Спасибо за внимание, мои дорогие. Завершить наши встречи мне хотелось бы пожеланием вам, мои дорогие. Это знаменитые строчки стихотворения Луизы Миндулиной. Не запрещай себе творить, пусть иногда выходит криво. Твои нелепые мотивы никто не в силах повторить. Это как раз о нас, о креативщиках. Ну что ж, дорогие мои, наш проект завершен, но я буду рада продолжить общение с вами на моей страничке в Инстаграм. С удовольствием поделюсь с вами новыми креативными идеями. С удовольствием поделюсь с вами на моей страничке в Инстаграм.